Субтитры делал DimaTorzok Пострадали десятки талантливых спортсменов. Но главной пострадавшей, пожалуй, была Маша Лисискенни. В Рио-де-Жанейро олимпийской чемпионкой стала Рут Бейтиа с результатом 1.97. Смешно для Маши, стабильно летавшей за 2 метра. В 2017 она практически без сопротивления стала двукратной мировой чемпионкой, взлетев на высоту 2.03. А два года спустя Маша стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту 2.04. А еще Мария боролась с обнаглевшими функционерами. Жесткое открытое письмо Марии Лисискенни, руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета России в декабре 2019 года. Меня лишили российского флага в конце 2015 года, а окончательно его вернут всего лишь в 2024. Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов. Так что же все-таки случилось с Российской легкой атлетикой и Федерацией легкой атлетики в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование. Кто в итоге был наказан? Ну кроме тех, попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама Федерация? Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше? Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей легкой атлетике по-прежнему спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге? А чиновники и руководители фальсифицируют официальные документы? Неужели Министерство спорта и Олимпийский комитет России все эти четыре года устраивало работу руководства Федерации легкой атлетики? Тогда о какой тяжелой ситуации Федерации сейчас все говорят, если Шляхтин и его команда все это время все делали правильно? Вы не сказали ни слова, когда глава Федерации Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне нет. Хотя о чем я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек, отстраненный АИУ и выгнанный из Федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах Федерации легкой атлетики, вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку. Не удивлюсь, если и апелляцию в САС он подаст за счет Министерства спорта или Федерации легкой атлетики. Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и Олимпийский комитет России за последние 4 года, дабы защитить лично меня. Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его. Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и Федерацию легкой атлетики, чьи профессиональные действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват и кто вернет мне потерянное? Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсменов? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у ИАФ настроение допустить меня до соревнований. Я часто слышу, в том числе и от вас, что Лисицкене только критикует на эмоциях и не предлагает, кто же должен прийти вместо проштрафившихся тренеров или чиновников. Меня удивляют подобные просьбы. Не я должна заниматься этим. Моя работа прыгать. Я отчитываюсь перед вами своими результатами. Думаю, в этом плане у вас ко мне на сегодняшний день нет особых претензий. Но и вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия. Все-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране. А сердце спорта – это атлеты. Я понимаю, что, скорее всего, не получу ответов на все эти вопросы. Кто-то скажет, что я многого не знаю, а кто-то просто пожалеет. Мне ничего этого не нужно. Я хочу быть честна перед самой собой, болельщиками и молодыми атлетами. И хочу получить то, что мне принадлежит – право выступать. Везде и всегда. За это я и борюсь. Из СМИ. Ноябрь 2019. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике временно отстранил президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина. Октябрь 2020. В квартире и в рабочем кабинете министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, который ранее был президентом Всероссийской Федерации легкой атлетики, прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Коронавирус, более жесткие санкции и Лисцкене полтора года почти не могла соревноваться. Только в 2021 году она получила доступ к турнирам на международном уровне. Но как только начала набирать форму, получила травму. За месяц до Олимпиады в успех Маши мало кто верил. Она показывала невысокие результаты, а высота 2.0.0 покорилась ей буквально перед самым стартом игр в Токио. Олимпиада 2020. Квалификация прошла не без труда. 1.95 Лисцкене взяла только с третьей попытки. Получается, что вообще могла даже в финал не выйти. Какая была бы катастрофа? По ходу финала первые проблемы у Маши возникли на высоте 1.96. Первая попытка неудачная, вторая тоже. Казалось, вот и все, вот и предел возможности российской чемпионки. Но она в критический момент собралась и выдала шикарную попытку. Окончательно все стало ясно, когда Алисцкене со второй попытки с запасом покорила 2.04. Из открытого письма Марии 2019 года. Я хочу получить то, что мне принадлежит. Право выступать. Всегда и везде. За это я и борюсь. Много лет Маша шла к этой победе. Страдала, плакала, боролась, лечилась. Но не сдавалась. Прямо до своего долгожданного олимпийского золота не сдавалась. Величайшая. Что еще сказать? Все, Мария, чемпионка, чемпионка, чемпионка. Все, Мария, чемпионка, чемпионка. Все, Мария, чемпионка. Все, Мария, чемпионка.